Здравствуйте королевцы, здравствуйте земляки! Сегодня было большое заседание в администрации города Королев с участием представителей РЖД из которого стало ясно, что надземного перехода, нормального, нам, жителям Королева, не вернут и что вообще будет дальше происходить на станции Подлибки-Дачные, никому не известно кроме разных непонятных, очень странных предложений о которых сейчас в этом ролике мы расскажем вообще покажем о чем шла речь на встрече и сделаем какие-то выводы а пока вывод можно сделать только один российские железные дороги, РЖД, ЦППК ставят конечно во главу угла количество травматических случаев на железной дороге но при этом все время говорит о том, что также ведется борьба с зайцами и я думаю, что на самом деле на первое место стоит поставить именно борьбу с зайцами потому что когда произошел трагический случай в юбилейном на переходе там они, собственно говоря, поставили светозвуковую сигнализацию лабиринт при подходе и сделали очень хороший настил там случаев таких трагических больше нету, к счастью вот здесь же у нас на переходе Подлипки, на станции Подлипки Дачный, где ну фактически то же самое, то же количество поездов этот переход просто закрыли и это говорит о том, что железная дорога прежде всего ставит своей целью согнать людей вот в этот вот проход, загнать их в турникеты если раньше здесь вот, например, на этой платформе был спуск и еще были другие выходы с платформы то же самое и на московской платформе можно было в нескольких местах спуститься и выйти с платформы то сейчас все огорожено, перезагорожено заборами ну, слава богу, еще не колючей проволокой хотя и до этого, видимо, дойдет потому что, как вы видите, зайцы продолжают, в общем-то, проникать на платформу, на территорию РЖД в общем, это борьба, на самом деле, за выколачивание денег из населения за борьбу с теми, кто хочет проехать несколько остановок хотя бы бесплатно для того, чтобы в полной мере этот факт осознать нужно просто, ну, мысленно вернуться, скажем так, в недалекое прошлое и вспомнить, а что же за последние 10-15 лет российские железные дороги сделали на станции Подлипки-Дачный исправили ли они вот эти вот платформы, на которые идут многочисленные жалобы жителей о том, что платформы ниже положенного уровня и приходится просто, ну, десантироваться, выпрыгивать из электрички они не все это спокойно могут сделать нет, они это не исправили, конечно сделали ли они что-то с этим ужасным подземным переходом на которые вообще огромное количество жалоб просто это абсолютно точно идет и в РЖД, и в Красногорске вообще куда только угодно да и в принципе этот подземный переход давно уже официально признан ну, не соответствующий никаким современным нормам тут про него рассказывать не надо, мы все по нему ходим нет, ничего сделано не было, кроме там что-то покрасили какой-то красной краской ну, все это прекрасно знают этим тоже не занималась РЖД поэтому давайте посмотрим, а чем же РЖД занималась? а занималась она тем, что превращала объект инфраструктуры вот нашу станцию подлипки дачной просто в неприступную крепость делали, значит, вот эти вот вестибюли устанавливали вот эти вот турникеты нанимали каких-то охранников и ставили везде новые и новые полосы препятствий для тех жителей, которые пытались попасть на платформу каким-то иным способом не через центральный вход это не обязательно, кстати говоря, безбилетники потому что вот, например, среди людей которые до сих пор спрыгивают с платформы с пришедшей на станцию электрички и дальше там проходят, видно, через какие-то народные тропы многие люди имеют билеты просто им туда там тут гораздо проще пройти таким образом через вот этот вот подземный переход через вот эту вот очередь к турникетам в час пик так что, уважаемые королевцы, я думаю, вы прекрасно поняли зачем закрыли наземный переход, который был всем так удобен да, собственно говоря, и вот этот вот чиновник по фамилии Аптекин, который приехал к нам в Королев встретиться и якобы услышать жителей и попытаться как-то совместно найти пути выхода из сложившейся ситуации он тоже этого не скрывает хотя, конечно же на первый план он ставит желание снизить статистику смертельных случаев на железной дороге ну, глупо было бы, если бы он на первое место выставлял бы борьбу с зайцами, да? ну, это было бы как-то совсем шокирующе но именно так оно и есть и даже, в принципе, он в этом признался зайцы еще одна проблема, которая тоже является, скажем так характерной для станции подлипки дачной вот сейчас все, кто переходит железную дорогу и перелазят через забор на станции подлипки дачной как правило, это все оставшиеся жители которые являются или там потенциально являются зайцами то есть это люди, которые просто не хотят платить за проезд это какая-то совершенно изуверская логика потому что РЖД, которая не способна создать на станции подлипки дачной современную комфортную среду ну, с какой-то совершенно маниакальной настойчивостью пытается обилетить всех и каждого содрать вот эти вот 50-70 рублей но вы сначала предоставьте людям качественную услугу а потом уже в обязательном порядке требуете от них оплаты тем более, что вот эта вот настоящая война, развязанная РЖД с жителями, с пассажирами вот так называемыми зайцами обходится человеческими жизнями потому что те люди, которые гибнут на платформах ну, пытаясь попасть на них каким-то иным способом вот эти смерти тоже на совести РЖД которая просто все перезагородила и не создала никаких альтернативных возможностей попадания на станцию ну, все это, конечно же, как мы видим завуалируется очень цинично статистикой смертей которые в том числе на совести РЖД как я уже говорил наш переход наземный был закрыт именно из-за того, что якобы там гибнет много людей однако всегда эта статистика приводится очень странно значит, вот на таком-то участке погибло или чуть ли не на всей Ярославской железной дороге а здесь нужно, собственно говоря, разбираться конкретно сколько человек погибло именно на пешеходном переходе потому что, ну, в год по этому пешеходному переходу транзитно перемещаются из одной части города в другую, ну, миллионы человек вот, за последние три года мы имеем всего несколько случаев смертельных, которые произошли на этом переходе и то их тоже можно записать на совесть РЖД потому что российские железные дороги не оборудовали этот переход элементами безопасности там, свето-звуковой сигнализацией и так далее, если бы этот переход был оборудован то, возможно, бы и смертей бы этих не было на которые сейчас ссылаются вот, но все-таки давайте разберемся со статистикой о ней довольно хорошо сказал Алексей Бауза на прошлой встрече воскресной у Стены Ходорева где собирали подписи к губернатору Андрею Воробьеву и, кстати, в это воскресенье я тоже хочу сказать, что сбор подписей продолжится в час дня вот у дома быта приходите, подписывайте потому что понятно уже, что РЖД на жителей Королева абсолютно наплевать администрация города давно уже расписалась в собственном бессилии и кроме как мы сами эту ситуацию исправлять некому конкретной статистики погибших именно переходивших из этой части города в другую у нас нету говорится о каком-то вот отрезке пути от, значит, Подлипок или там даже от Мытищ до Болшу где эти люди погибли то ли они погибли непосредственно на платформе то ли они где-то в других местах все суммируется специально для того, чтобы закрыть этот переход поэтому я хочу сказать, что на самом деле люди, которые ходят ежедневно значит, из одной части города в другую по этому переходу а они все живы и здоровы, они внимательно относятся к этой ситуации они нормальные, разумные граждане вот как ты думаешь, вот эту цифру, которую все время приводят причем она разная то значит 60, то Ходорев пишет 40, вот последний раз написал причем непонятно за какое время что вот эта цифра, она специально такая вот собрана в одну кучу и вот на этот переход поставлена или нет? это то же самое, что только что я сказал это манипуляция информации а информацию рассказывают и первопричины кстати, описано в том заявлении, которое сегодня это самое, наши соседи подписывают это то, что я в обращении президента отправил на прошлой неделе рассказывают предысторию этого вопроса если вспоминаете, когда возникло РЖД это 2003 год из МПС, оно возникло потом возникло ЦПК и вставил вопрос, как будет собирать оплату за проезд они решили, что они будут создавать платформы закрытой зоны куда будет ходить по турникетам и через турникеты, это самое, взимать плату с каждой платформы, которая у меня за спиной и с московской, и на Москву было по 3-4 выхода там нормально были созданы транспортные потоки и в нужное направление шли наши соседи вот, что получилось дальше? оставили по одному выходу, закрыли выходы резко стала расти плата и возник такой социальный конфликт молодежь, у которой не было просто-напросто денег стала залезать на платформы с обоих концов с этой стороны был переход, с другой стороны были дырки и вот приходим к статистике на этом переходе за последние 3 года не на платформах и на всем вот этом протяжении погибло 2 человека скажем так в свое время, 3 года назад, когда вот в том желтом домике был бар выходил это самое, один мужчина порядка 40 лет и в пьяном состоянии в 23 часа вечера он врезался в электричку это раз и второе, две девочки шли это самое, на ту сторону бежали весело, увидели подходящую электричку и решили на скорость перебежать одна девочка, сестры пробежала, вторая не успела была встречным поездом задета собственно первый вопрос это человек не в вполне вменяемом состоянии а второй это дети, которых родители не воспитали как переходить дорогу то есть такой случай мог произойти не только на этом переходе а хоть на любой, на пионерке на любой улице с большим движением все остальные погибшие это или за пределами старницы или это те, кто залезал на платформу и попал под электричку а это вопрос, собственно говоря который полностью сгенерировано РЖД той конструкции и теми потоками которые с ними спланированы на входы на платформы то есть, собственно говоря это вот стопроцентная их вина вот Алексей Бауза придерживается такого же мнения, что в тех несчастных случаях которые за последние годы произошли на станции Подлипки-Дачные огромная доля вины лежит именно на РЖД потому что российские железные дороги не удосужились наземный переход сделать безопасным оборудовать его системой безопасности современными и транспортная прокуратура предписала привести его в нормальное безопасное состояние однако вместо этого он был просто ликвидирован кроме того станция Подлипки-Дачные РЖД была превращена в неприступную крепость и жители были вынуждены пользоваться только лишь подземным переходом который не соответствует никаким нормам и вообще само его существование в нашем городе в Наукограде люди считают унизительным конечно погибшие сами виноваты, что перенебрегли опасностью но согласитесь, что вот эту ситуацию создала именно российская железная дорога ну теперь давайте поговорим о том что происходило на встрече которая по идее должна была стать очень важной и наверное найти пути решения данной ситуации встреча состоялась в администрации города Королев там была и администрация и представители правительства Московской области и РЖД и вел эту встречу Евгений Аптекин который в декабре прошлого года стал заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры и видимо вот эта высокая должность настолько скружила ему голову что он приехал в наш город ну совершенно не вникнув в ситуацию и просто откровенно хамил жителям потому что вот наземный переход который существует с 30-х годов он есть даже на аэрофотосъемке немецкой 42-го года десятилетиями им пользовались и жители и сотрудники городообразующих предприятий он просто постоянно называл наземный переход народной тропой ну тем самым просто и жителей оскорбляя ну и себя он поставил совершенно идиотское и неловкое положение и исторически сложившейся народной тропе 200 метров от народной тропы ходила по народной тропе а ликвидировав народную тропу с перекрытием народных троп то мы наконец-то эту народную тропу перегородили но объявив о ликвидации народной тропы Евгений Аптекин не смог объяснить причин такого решения и не дал ссылок на конкретные нормативы при этом есть много документов подтверждающих необходимость существования на станции наземного перехода более того еще в мае королевцам обещали сделать его удобным и безопасным в администрации долгое время работали с представителями РЖД над вариантами решения проблемы в итоге удалось обо всем договориться в июне-июле этого года здесь установят наземный переход второй категории а это значит что появится пешеходный настил рядом разместят предупреждающие плакаты а также оборудуют разделитель пассажирских потоков заградительные барьеры и звуковой светофор ну что королевцы вы почувствовали себя обманутыми останется нам только разобраться с тем что же произошло между маем месяцем двадцатого года когда нам публично отовсюду в том числе из уст наших чиновников было обещано восстановление наземного перехода и оборудование его всеми системами безопасности и сегодняшним днем когда мы наблюдаем вот эту вот безысходную жуткую стену Ходорева в редакции Честного Королева из администрации города передали вот такой вот кипу документов ну это переписка первого заместителя Юрия Копцика с правительством Московской области там с министерствами с РЖД с межрегиональной транспортной прокуратурой и все эти документы говорят о том что Юрий Копцик на самом деле предпринял немало усилий для того чтобы наземный переход нам вернулся и мы бы все им пользовались и даже был заключен уже контракт на его оборудование но он потом был расторгнут а все закончилось вся вот эта вот работа вот этим вот совершенно невероятным документом это письмо из московской межрегиональной транспортной прокуратуры из которого следует совершенно уникальный вывод это представление к УАО РЖД о том что произошло ненадлежащее планирование и реализация проектов программ предупреждения травматизма граждан на объектов инфраструктуры УАО РЖД и при этом произошло недостоверное предоставление информации в администрацию городского округа Королев то есть все это время получается РЖД буквально вешало нашим муниципальным чиновникам команде Ходорева на уши лапшу и даже кто-то был наказан за это должностное лицо дирекции привлечено дисциплинарной ответственности в виде выговора вот такая вот загогулина как говорил в свое время Борис Николаевич Ельцин что же происходит между нашими чиновниками которыми мы платим налоги и которые должны сделать нашу жизнь нормальной комфортной почему в итоге все закончилось вот так но я думаю что в этой истории придется еще разбираться и разбираться что же происходит на станции подлипки дачной что же происходит с этим наземным переходом ну а теперь давайте поговорим о том почему вся ситуация для нас безвыходная и что же делать вот какой короткий вывод можно сделать из встречи аптекина с жителями он нас всех загоняет в подземный переход как минимум на несколько лет полноценная реконструкция подземного перехода и установка лифтов для маломобильных граждан под большим вопросом строительство современного пассажирского конкурса с выходом на платформы и возможно создание надземного или подземного городского транзитного перехода возле дома быта будет не ранее 25-го года а может быть и позже то есть возможно стена Ходорева станет достопримечательностью нашего города на десятилетие пока вы не знаете когда вы сможете встречать в достойные условия как люди встречаются из одной части в другую часть с детьми с горязгами с пожилыми Евгения я извиняюсь я вас перебью мне нужно уже ехать я на этот вопрос по-моему с самого начала ответил вы можете очень много апеллировать что построите нам завтра пешеходный переход но объективно этого нет есть пешеходный переход по которому мы постарались заставить всех и РЖД и перевозчиков и администрацию для того чтобы максимально постоянно там было чисто это сегодня самая ключевая задача для того чтобы обеспечить безопасный переход мы эти условия сегодня создаем поэтому давайте мы если действительно какие-то еще раз истории связанные со снегопадом и некачественной уборкой мы на это пристально давайте будем смотреть не вопрос нам не хорошо поверьте мы ее решаем спуске резки спуске резки собираетесь исправить сейчас до резкова никак вы же понимаете прекрасно спуске мы исправим только тогда когда будет новый пешеходный переход ну вы поймите вы говорите о том что да нет ничего ничего не значит главное закрыть переход потому что вы так решили это актуально а то что в переходе люди остаются коррект хотелось бы чтобы в 60-е спасибо вам ну это уже переходит в неконструктивный переход давайте мы закончим мы будем все запрещать просто потому что нам так хочется мы решим что нельзя все сидите дома и не вякайте так что вот на такой печальной ноте полнейшим разочарованием для жителей города присутствовавших на этом совещании закончилась встреча итогом которой стала перспектива разрезанного на две части города на долгие годы что же в такой вот безвыходной ситуации теперь нам делать ну не остается ничего другого как брать инициативу в свои руки и в общем-то королевцы активизировались сейчас существует обращение к губернатору московской области Андрею Воробьеву и под ним под ним собираются подписи а в центральной части города в Подлипках живут десятки тысяч человек и подписи можно собрать очень много тогда это обращение будет резонансное и не обратить на него внимание будет невозможно подписи собираются с часу до двух каждое воскресенье в березовой рощи возле дома быта также следите за информацией потому что и в других точках возможно будут собираться подписи у перехода подземного у Зари со стороны Весты и самое главное что подписной лист можно скачать из интернета ссылка есть в описании под этим роликом скачайте пускай ваши родные дома подпишут обращение к Воробьеву можно попросить соседей подписать я думаю что для большинства жителей нашего города особенно центральной части конечно же за то чтобы был восстановлен наземный переход оборудованный по всем современным нормам безопасности также нужно обращаться в совет депутатов у нас депутаты есть пускай они занимаются проблемами жителей есть Ольга Волкова депутат от Единой России обращайтесь к ней потому что она отвечает в нашем городе за доступную среду у инвалидов в этой ситуации пострадали прежде всего маломобильные граждане которые ну вообще теперь не могут попасть из одной части города в другую это просто совершенно дикая ситуация для нашего современного мира ну и конечно можно писать обращение лично просто депутатам там государственной думы на имя президента чем больше мы жители будем высказывать вот такое вот свое недовольство зафиксированное в обращениях тем больше шансов что нам все-таки удастся восстановить нормальную ситуацию на станции подлипки дачной и мы не будем мучиться в этом ужасном переходе просто при желании попасть из одной части города в другую до сих пор Продолжение следует...